Меня зовут Жуков Евгений, компания КАЗ Агроэксперт, город Кокшетау. И сегодня я бы хотел познакомить вас с культиваторами стернивыми серии КР производства БДТ Агро, город Краснодар. Для начала разберемся, для чего нужен стернивой культиватор. Несмотря на то, что его принято называть стернивым, он вполне может вам произвести предпоседную обработку, и обработку паров, и естественную обработку стерни, так как глубина обработки регулируется от 5 до 20 см. Культиваторы-рыхлители серии КР предназначены для уничтожения сорняков и рыхления почвы, заделки семян и провоцирования прорастания сорняков. Ширина захвата может варьироваться от 2,1 до 9 метров. Агрегатируется с тракторами от 100 до 420 л.с. Лапы культиватора сборные шириной захвата 395 мм. Установлены на изогнутой жесткой стойке в 2 ряда, что позволяет культиватору работать на полях с большой засоренностью. Лапы культиватора оснащены срезными болтами и широкими ножами для качественного окрашения почвы. На данной модели установлен планчатый каток. Это самый универсальный распространенный вид катка, так как он одновременно прикатывает почву и хорошо дробит комья. Отличается от других хорошей проходимостью по увлажненным почвам, так как не имеет центральной оси и хорошо самоочищается. Помимо этого, ламели катка расположены под углом к оси, что позволяет сделать упор либо на прикатку, либо на крошение путем разворота катка на 180 градусов. Глубина обработки регулируется путем переустановки пальцев на перфорированные планки. Между катком и стойками установлены дисковые загортачи производства испанской компании Белота. Они отлично выравнивают развальные борозды после прохода стойки, измельчают пожнивные остатки и заделают их в почву. По желанию заказчика орудия комплектуются планчатым, спиральными, планчато-спиральными и резиновыми катком. С рабочими органами мы разобрались. Поговорим о раме агрегата, которая состоит из двух основных частей. Первая часть это несущая ферма размерами 100 на 150 на 8 мм, в которой крепится дышло агрегата. Задача несущей фермы принимать на себя всевозможные рывки и толчки от трактора и рельефа поля и снимать нагрузку с основной рамы. Основная рама изготовлена из бруса 100 на 100 на 6 мм. Расстояние от рамы до кончика до лота 700 мм. Между стойками 715 мм и между рядами 1050 мм. Что позволяет легко проходить пожнивным остатком и не забивать агрегат. Рама культиватора оснащена площадками под установку дополнительных опорных колес. Они идут как опция, но она стоит своих денег, хотя бы потому, что благодаря им вы снимаете нагрузку с навески трактора. А это в свою очередь уменьшение износа и экономия на запчастях, не говоря уже об увеличении проходимости орудия. Кстати, вам будет приятно знать, что гарантия на раму 2 года. Итак, подытожим. Идеально ровное дно борозды на глубине до 20 см. Перемешанный и прикатанный верхний слой почвы. И все это за один проход. Культиватор стерневой серии КР – универсальное орудие, которым можно работать с весны до осени. И раз уж мы заговорили о тяжелых почвах, то вам будет интересно знать, что у нас есть для вас культиватор с пружинной защитой стойки, если вы вдруг посели в своем поле волны. Но об этом в другом видео. Приобрести культиватор стерневой КР и другие орудия и сельхозтехнику вы можете по контактам, изображенным на экране, а также в описании к видео. Всем спасибо. Пока.